Уважаемые товарищи, сегодня в рамках предстоящего опазднования международных соединительных трудящихся Хотел бы вас познакомиться с работой Вадима Ильича Ленина, написанной им в 1899 году Касательно стачек и стачечной борьбы трудящихся Подробнее можно ознакомиться с данной работой, прочитав полное собрание сочинения Ленина, том 4, страница 388 Что же Ленин пишет про стачки? Прежде всего следует поставить вопрос, чем объясняется возникновение и распространение стачек Всякий, кто припомнит всякий случай стачек, не весный ему по личному опыту, по рассказам других или из газет Сразу видит, что стачки возникают и распространяются там, где возникают и распространяются крупные фабрики Из крупнейших фабрик, занимающихся по несколько сот, а иногда и тысяч рабочих В платье найдется хоть одна из которых не было бы стачек и рабочих То есть Ленин здесь говорит С развитием помощности растет и количество фабрик и заводов А с ним растет и количество рабочих, которые по причине притеснения своих прав выдержаны проводить стачки Далее Ленина объясняет начину стачек, которой является капитализм И приводит в них же следующее пояснение, что он понимает под капитализмом Капитализмом называется такое устройство общества, когда земли, фабрики, орудия И принадлежащие небольшому числу землодейцев и капиталистов, а масса народа Не имеет никакой или почти никакой собственности И даже и должна поэтому наниматься в работники Землодейцы и фабриканты нанимают рабочих За строя и производить те или другие продукты, которые они и продают на рынке При этом фабриканты платят рабочим только такую плату, чтобы рабочие и два и два морей Просуществовать на нее со своими семьями А все, что производит рабочий сверх того, количество продуктов Фабрикант кладет в свои карманы Это составляет его прибыль Таким образом, при капиталистическом хозяйстве Масса народа работает по найму у других людей Работает не на себя, а на хозяева за плату Понятно, что хозяева стремятся всегда понизить плату Чем меньше они отдадут рабочим, тем больше останется у них прибыли Рабочий же старается получить как можно больше платы Чтобы можно было покрылить свою семью сытной и здоровой пищей Лить в хорошем жилище, одеваться не панически, а как все одеваются Таким образом, между хозяевами и работниками идет постоянная борьба Из-за заработной платы Хозяин воин нанять какого ему угодно рабочего И поэтому ищет самого дешевого Рабочий воин наняться какому ему угодно хозяину Ищет самого дорогого, который заплатил бы подороже Работает ли рабочий в деревне и в городе Принимается ли он к помещику, к богатому мужику, к подрядчику или к фабриканту Он всегда торгуется хозяином, блогается с ним из-за платы То есть при капитализме идет постоянная борьба между рабочими и капиталистами за плату Как говорит Ленин Из записанного выше можно понять причину возникновения старчика Как ответ рабочих на политику капитализма борьбы рабочих за свои классовые интересы Ленин пишет Может ли рабочий в одиночку вести борьбу за свои права? Однозначно из записанного можно сделать выводы и понять, что добреденный зор Болар и нищете рабочих прекрасно осознает, что только в коллективной борьбе рабочих может быть достигнут положительный результат Ленин здесь говорит Видя, что в одиночке каждый из них совершенно бессильны и что ему грозит гибель Борьба капитала, рабочий начинает поднимать со сообща Востание против своих хозяев Ленин задается вопросом Какое же значение имеет забастовки и старчки в борьбе рабочего класса? Старчика означает начало борьбы рабочего класса против этого устройства общества То есть капитализма Когда против богатых капиталистов стоят отдельные неимущие рабочие, то это означает полное порабощение рабочих Но когда эти неимущие рабочие соединяются, дело меняется Каждая старчка напоминает капиталистам, что настоящим хозяевом являются не они, то есть капиталисты А рабочие, которые все громче и громче соединяют свои права Отвечая на вопрос выше, можно понять, что старчки организуют рабочих, учит расставить свои права совместными силами Ленин Дайвилл пишет Старчика учит рабочих понимать, в чем сила хозяев, в чем сила рабочих Учит думать не об одном только своем хозяине Не об одних только ближайших старающих своих А об всех хозяинах О всем классе капиталисты О всем классе рабочих Старчка, как пишет Ленин, позволяет открыть глаза рабочих не только в отношении фабриканта, но и правительства и чиновников Принимая это именно законом Ленин подчеркивает, что стачки – это только одно из орудий борьбы, которое позволяет организовать рабочих и соревновать класс взаимопомощи. Но стачку вызывают сами, как правительство, своих интересных. Как пример, в кризисе без особых потерь, волосует рабочий на остановку работы. Ленин пишет, что одними стачками и стачечные общества рабочих по этому никак не могут ограничиться. Стачки успешно проходят только там, где рабочие уже довольно сознательно, где они умеют выбрать время для стачки, умеют предъявить треугольник, имеют связи с социалистами, чтобы добывать иски и брошюры. Ее оказывает также на слабость развития сознательных рабочих и ходимых социалистов вести активную работу с рабочими и понимать, что стачки – это только одно из орудий борьбы рабочих за свои права. Ленин заканчивая свою работу, флазер, перетай и всех стран, соединяйтесь. Товарищи, работа небольшая, всего 20 страничек, подробнее с этой работой вы можете ознакомиться самостоятельно. Но к чему вообще эта работа для нас в сравненности означает? Мы все понимаем, что в наше время как таковых стачек у нас нет. Но часто у нас проходят всякие собранные жители по тем или иным проблемам. Проходят у нас, для этого возможно, разрешенные митинги, протесты жителей. И мы, как коммунисты, должны пользоваться и работать с жителями. Потому что каждый протест, который все время у нас проводится, чаще всего начинается с экономических вопросов. Как и говорили, что каждая стачка изначально начинается по экономическому вопросу. Это по вопросу оплаты заработной платы и притеснения прав рабочих. Но также лезет, что стачка учит рабочих объединяться и формировать кассу взаимопомощи. Формировать своих представителей. Который наш протест, который проводят жители, будь то против точной застройки, за сохранение сквера, ибо за экологию и по трудовым правам, учит жителей объединяться, формировать группы взаимопомощи, группы активных жителей. И здесь мы, коммунисты, не должны с этой стороны в эти группы вливаться и объяснять причину тех или иных протестных возникших ситуаций, связанных именно с капиталистом и желанием капиталистов получить как можно больше прибыли в своих интересах. На этом хотел бы еще добавить, что мы, как экономисты, должны помнить о том, что, как и говорит Владимир Ильич, что стачка – это один из возможных орудий борьбы, что есть и другие варианты работы. Вообще, Ленин хотел и дальше развивать данный вопрос. Он хотел развивать его в юридическом вопросе, как это тогда были возможности стачки, в какой форме, и политическом вопросе. Потому что мы должны с вами понимать, хотя люди выходят в современной России вроде бы на экономические протесты, но формально все эти экономические протесты – это продолжение политики, которая начата капиталистами, как мы должны понимать. Поэтому его экономический протест, он так и иначе все-таки связан с политикой нынешних властей. Как вот недавно проходили протесты и выступления жителей в городе Уровск, когда из-за, по тем или иным причинам, но связанных именно с капитализмом, была разрушена дамба. Но мы же понимаем прекрасно, что одна из причин разрушения дамбы – это капиталистический уклад нашей России, где тот, кто построил дамбу, стремится получать как можно больше прибыли, при этом как меньше возможности его жить. Поэтому мы должны понимать, что хотя протесты иносят чисто социальный и экономический характер, держите требования или компенсации, но он наносит и политический характер, потому что людям нужно объяснять, что последствия тех причин, которые произошли – это капитализм. Именно капитализм стал одной из причин того, что у них случилось. И это часто бывает так. Ну, готов ответить на вопросы, если коротко? Можно такой вопрос, он как бы идет сквозным текстом через всю работу Ленина. Он говорит, что рабочий вынужден работать на хозяина, не имея возможности работать на себя. Собственно, у нас сейчас в государстве активно используются всякие формы малого частного бизнеса, когда можно индивидуальным предпринимателям каким-нибудь сделать или самозанятым себе объявить. И, собственно, работать сам на себя. То есть, может, и не надо заморачиваться с правсоюзами, с густовками, с какими-нибудь. Может, проще пойти работать самому на себя. И при этом будет неплохо. Об этом вопросе я не тоже писал в других своих работах. Потому что, да, развиваются мелко-буржуазные хозяйства. Но все мелко-буржуазные хозяйства так и иначе со временем, к сожалению, поглощаются монополиями. И они уничтожаются. Что приводит к тому, что эти мелкие хозяйчики становятся такими же наемными работниками. В большинстве случаев. Если, конечно, сами не поглощаются в свое время в монополию. Поэтому, да, государство обощряет развитие мелкого хозяйства, мелких хозяйчиков. Но, по большей части, эти мелкие собственники, хозяйчики, либо являются мнилыми собственниками. Таким же способом, как, допустим, сейчас пытаются создать этих самозанятых. По сути, многие эти самозанятые – это те же наемные работники, которые работают на предприятиях. Но при этом вы должны сами платить за себя налоги, сами оплачивать себе больничный, сами оплачивать за себя страховки. За место того, чтобы это делали, как положено, те же крупные предприятия. Таким способом, допустим, способом самозанятых, некоторые крупные предприятия обходят эту-то базис. В целом, ситуация развития мелкого хозяйства, даже у нас есть статистика, что многие мелкие предприятия со временем разоряются. И многие, большая половина этих предприятий, так или иначе, в течение трех лет, чем больше срок, переходят в те же наемных работники. Либо просто закрываются, и у них, кто начинал создавать эти предприятия, выходят люди на пенсию. Поэтому при капитализме все равно не получится без борьбы, без защиты своих прав, так как все равно большинство населения будет являться наемными работниками. Тут никуда не денешься. Потому что каждый не сможет быть успешным предпринимателем, так как корнушка капиталистическая, она вся уже поделена и имеет определенные силы. И в условиях, особенно усиливающего кризиса экономического, она еще больше сжимается. И тем самым все больше людей выкидываются из этого, так называемые, предпринимательские направления и становятся те же самые наемными работниками. Поэтому неизбежно, что при капитализме все-таки будет большинство наемных работников, и им придется все равно так или иначе отставить свои права через профсоюзы, либо через выход на те же стачки, забастовки. Но все же, для того, чтобы эти стачки организовать, нужно с этим рабочим организовываться в профсоюзах. Потому что стачки и запусковка – это серьезная вещь, которая регулируется законодательством, даже современным, и требует соблюденной формы и подход к этому. Для того, чтобы правильно, юридически, отстоять свои права в тамках нынешнего законодательства. Есть на вопрос, Саша? Ну, и сейчас тут, скорее, вопрос. Наверное, пока все. Если нет вопросов, рекомендую прочитать эту небольшую работу Ленина. Там всего 20 страничек, как бы. Она займет у вас всего, может быть, целый час. Но ответит на многие интересные вопросы, а также позволит вам повести сравнение с современной ситуацией, как у нас тут Ленин привел несколько современных примеров. Что, как бы, да, это было 100 лет назад, работа написана больше 100 лет назад, но можно спокойно и принести на современный вопрос, что именно вот эти вот протесты, эти вот выступления жителей, потерянные вопросом, помогает их организовать. Она коммунистам позволяет объяснить людям в нынешней ситуации, почему так положение дел происходит у нас в стране. Потому что многие вопросы, которые возникают, они возникают по причине капитализма. Что цель капитализма, как мы знаем, получить прибыль, и в соответствии с этой прибылью делаются всякие возможные ухищрения, чтобы максимально иммунализировать. Касается обычной нашей жизни, в том числе, как обычных жителей, там, где у нас в кузове дома, допустим, точная стройка. Также касается нашей на работе, где предприниматель всячески старается, если нету профсоюза, всячески занизить эту заработную плату. Многие с вами сталкиваются, различные способы занесить нашу заработную плату путем увеличения нагрузки, либо путем...